Акунева на вид обычная деревушка на крутом берегу небольшой реки Тары. От соседних селений ее отличает то, что многие годы омские археологи ведут здесь раскопки, скрывают древние могильники, отыскивая всевозможные предметы стародавних эпох. Жители деревушки давно наблюдают в окрестностях необычное явление – это и загадочное свечение, разноцветными лучами уходящее в ночное небо, и частые пролеты НЛО, и таинственного происхождения ямы шахты близ села Паречи. Российские исследователи аномальных явлений уверены, что возле сибирской деревушки Акунева расположено сакральное место – тайное ворота в параллельные миры. Однако ученые, представляющие официальную науку, в ответ на подобное утверждение иронично пожимают плечами. Кто же из них прав? Людмила Пастушенко. Я играла с младшей сестрой Ниной за деревней. Мне было восемь, а сестре четыре года. Вдруг вижу, на берегу Тары появился неизвестно откуда взявшийся хоровод девушек в ярких сарафанах. Я оглянулась на Нину. Ты видишь? Так кивнула. Да. Мы не успели опомниться, как над хороводом стали появляться три огромные полупрозрачные фигуры женщин в скорбных позах. И хотя все это происходило днем, мне стало страшно, и я со всех ног бросилась домой. Но мама, придя с нами на берег, ничего не увидела, хотя хоровод и три многометровые фигуры оставались на том же месте. Похожие видения в разные годы наблюдали и другие окуневские дети. Скажем, один мальчик видел в воздухе живого всадника. Близ Окунева, в 250 километрах севернее Омска, расположен мощный энергетический центр. 20 век. Индийский океан. Во время сильнейшего шторма пропал круизный лайнер «Звезда Бахадура» со 156 туристами на борту. На поданный судном сигнал «СОС» в указанный район направилось сразу несколько кораблей. Цель была хорошо видна на экранах радиолокаторов, однако через несколько минут она пропала. В течение трех последующих дней суда Индийской береговой охраны безуспешно пытались разыскать хоть какие-нибудь следы лайнера. Ровно через четыре года на том же месте и примерно в то же время индийские рыбаки встретили «Звезду Бахадура». А проходивший мимо сторожевик принял озадачившую его радиограмму. «СОС отменяется, буря улеглась, у нас все в порядке, идем заданным курсом». Странность заключалась в том, что бурь здесь не было уже год. Когда же моряки береговой охраны поднялись на борт, они застали веселящихся туристов, которые праздновали спасение. Сообщение о том, что лайнер ищут уже четыре года, было встречено хохотом. А капитан ответил «Четыре года? Да мы отправили радиограмму два часа назад». Летом 1993 года под Санкт-Петербургом, неподалеку от станции Соснова, произошел странный случай. Алексей Иванович Волжанин с двумя товарищами, работающими с ним в одном конструкторском бюро, отправились на рыбалку. Дорога от Питера до Карельского перешейка занимает всего несколько часов. Друзья не раз путешествовали по этой трассе. Они предполагали прекрасно провести время, хорошо отдохнуть. Последовательность предстоящих событий радовала. Вечерний выезд, ночевка у костра, лов на утренней зорьке, обед и возвращение домой. Но в этот раз природа внесла свои коррективы. Неподалеку от места рыбалки, еще в дороге, товарищей застала гроза. Молнии освещали деревья, густо заросшие вдоль дороги. Дорога была мукрой от потоков воды. Одна из вспышек молнии была столь сильной, что Волжанин, сидевший за рулем, на мгновение ослеп. Этот миг чуть не стал роковым для друзей. Машина оказалась на обочине и ударилась правой задней дверцей о толстую вековую сосну. Но Алексей Иванович, опытный водитель, утверждал, что съехал с дороги вовсе не из-за молнии, а потому что перед капотом машины возник силуэт какого-то монстра, мохнатого чудовища с горящими глазами. Однако никто из друзей не видел этого существа. Итак, машина съехала с шоссе и остановилась среди деревьев. Сидевшие спереди отделались легким испугом. Хуже пришлось инженеру-конструктору первой категории Семену Яковлевичу Эльману. Он получил серьезную травму. Осколки битого стекла рассекли ему кожу на лбу. Когда друзья вытаскивали его из машины, он не мог устоять на подкашивающихся ногах. Что было делать незадачливым путешественникам? До ближайшей станции несколько десятков километров. С раненым товарищем одолеть их нелегко. А тут, как назло, на шоссе ни одной машины. Хорошо, что Сигалев заметил неподалеку огонек. Это светилось окошко небольшого дома. Оставив машину, друзья подхватили Эльмана и повели к избушке, которая возвышалась на сваях над маленьким ручейком. «Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом», – пошутил я еще тогда, – вспоминает волжанин. Поднялись по скользким ступенькам высокого крыльца. На стук открыла дверь старая женщина. И вновь у меня возникло ощущение, что мы попали в сказку. «Ну, сущая баба-яга». Ни о чем не спросив, ничего не сказав, она отступила, пропуская в дом промокших и несчастных любаков. «Это сейчас задним умом я понимаю, что вся эта история сплошное нагромождение нелепиц», – признается волжанин. «Откуда появился дом там, где мы его никогда не видели, хотя знаем те места от и до, но в тот момент мы были как заколдованная». Ничему не удивлялись. Избушка на курьих ножках, очень даже кстати, свеча на столе в старинном подсвечнике, так может от грозы электричество вырубилось. Странная хозяйка, не проронившая за всю встречу ни слова, а может она анимая. Женщина накормила гостей супом, промыла эльману рану каким-то отваром, сделала на лоб компресс. «Утомленные, они улеглись на постеленное на пол одеяло и крепко заснули, а утром проснулись под открытым небом. Это было как наваждение», – рассказывают друзья. «Гостеприимный дом исчез. Вместо него стояли полуобвалившиеся стены, сложенные из гранитных валунов. Мы тщательно исследовали эти развалины с пустыми проемами вместо дверей и окон. Никаких признаков жизни. Судя по всему, это была старая водяная мельница, оставшаяся в этих местах еще со времен финской войны, когда наша армия турнула финнов с Карельского перешейка, а потом присоединила эту территорию к СССР. В тех местах немало таких развалин, и ничего удивительного в них нет. Но куда исчез дом, где мы ночевали? Не перенесли же нас спящих в другое место, да и нет там никаких домов. Позже мы проверяли это – никакого жилья, а крест. И еще одна странность. Утром оказалось, что от раны на лбу Семена Яковлевича осталась только тонкая коричневая полоса, да и та вскоре побледнела и исчезла. Друзья рыболовы утверждают, что вся эта история – чистая правда. При этом они ссылаются на сотрудников местного ГАИ, которые помогали им отбуксировать машину. Те якобы говорили, что нечто подобное произошло еще с каким-то человеком в 1982 году, угодившим в ночную аварию в том же месте. Он рассказывал, что тоже в ожидании помощи заночевал у какой-то ведьмы на мельнице. «Что это могло быть?» – спрашивает Волжанин. «Может быть, побывали в прошлом, в довоенном времени, когда в этих местах еще жили люди, или действительно оказались в сказке в гостях у Бабы-Яги, или все это нам просто пригрезилось?» Подобное происшествие происходит в различных уголках планеты. Как правило, очевидцы начинают удивляться происшедшему спустя некоторое время, когда включается логическое мышление. Но попадая в гущу событий, они как бы поддаются волне новых ощущений и не сразу улавливают странности происходящего. Время и человек. Известный исследователь загадочных мест планеты Эмиль Федорович Бачурин обращал внимание на присутствие в них некоторой хрональной аномалии. В зоне под Пермью электронные часы дают неверное время или, например, высвечивают невероятный показатель времени – 25 часов 99 минут, как было в одном из случаев. Во Франции в ночь с 29 на 30 декабря 1902 года произошло довольно странное явление, получившее название «Парижский сбой». Во многих местах Парижа в час 05 одновременно остановились стенные маятниковые часы. Как писал вестник «Знания» в номере первом за 1903 год, многие люди в это же самое время ощутили тошноту, головокружение и состояние, близкое к обмороку. В сообщениях метеорологической станции утверждалось, что не было никаких атмосферных аномалий. которые могли бы стать причиной столь невероятного события. Сейсмографы не отметили никаких колебаний почвы. Любопытно, что остановились лишь часы с маятниками. Пружинные часы никак не отреагировали на этот сбой и продолжали, как и положено им, ритмично отчитывать время. Так увлекся красивым полетом летящий прямо в меня пули, что даже увернуться не догадался, хотя времени для этого у меня было предостаточно. Капитан Н.З. Черный ствол ручного пулемета, стрелявшего меня с пяти метров, показался мне очень большим, даже огромным. Время остановилось, наступила полная тишина. Я просто не спеша отошел в сторону, и пули прошли левее. Сержант ВЧ, 1984 год. Душман выстрелил мне в голову. Самого выстрела я не слышал, но ясно видел, как медленно росло облако порохового газа возле его ружья, и как разрывная пуля высекла осколки из камня. Рядовой АК, 1986 год. И что бы там ни думали исследователи, очевидцы живы и охотно делятся своими впечатлениями. А это главное. Известны случаи, когда время не растягивается, а сжимается. Так бывает, когда опасность близка, но еще не наступила. Летом 1974 года в Киргизии, в Тяньшаньских горах, Сергей Ратников едва не свалился в пропасть. Помог брат, который мгновенно, по мнению Сергея, преодолел несколько десятков метров и протянул руку. Исследователи давно уже не сомневаются, что человеческий организм имеет колоссальные резервы. Причем некоторые из этих резервов, включаясь в критических ситуациях, помогают человеку воздействовать на окружающий мир. Есть ли у нас орган управления временем? Наверное, он у нас не только есть, но и постоянно находится в действии. Время каждого человека индивидуально. Даже внешний вид человека может подсказать, как у него работают внутренние часы. Большое количество стрессов сокращает продолжительность жизни. Иначе говоря, если мы не можем принять ситуацию, извлечь из нее должный урок, обижаемся на мир, то сами сокращаем время, отведенное нам для жизни. Где же спрятан механизм управления временем? По данным АК Сухвала, этот орган вполне мог бы располагаться в головном мозге, точнее в гипоталамусе. По мнению Р. Шару и А. Примы, этим целям служит так называемый третий глаз. По другим сведениям, на эту почетную роль претендует спинной мозг. Речь идет о качественно новой функции нейроклеток головного мозга, которые, согласно исследованиям академика Казначеева, связаны между собой в основном посредством одного общего поля – ауры. Это отрывки из книги «Параллельные миры» автор Галина Железняк и ссылка на источник. А дальше вы прочитаете сами, если захотите. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. Все фотографии взяты из свободного доступа в сети. Ссылка на эту книгу будет дана в описании под этим видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok